Тема сегодняшней нашей лекции – аллегорический жанр в старом европейском искусстве. Аллегория существовала не только в изобразительном искусстве, но если говорить про изобразительное искусство, то это такой специфический жанр, где путем иносказательных образов и символов выражаются идеи и какие-то темы, не поддающиеся прямому изображению, которые могут быть выражены только в иносказательно опосредованной форме. Этот жанр практически исчерпал себя в наше время. Если сейчас какое-нибудь произведение, особенно изобразительного искусства, назовут аллегорией, это обычно, так сказать, негативная оценка. Означает, что это просто такой какой-то ребус с плоским однозначным смыслом. И какое-то неприязненное, что ли, отношение к аллегории, оно, в общем, широко распространено у людей. Кажется, что аллегория – это что-то скучное. «Стой! Куда? Не пущу! Куда? Не пущу!» «Стой! Куда? Не пущу! Куда? Не пущу! Не пущу!» «Стой! Не пущу! Куда? Не пущу!» «Стой!» Продолжение следует...